Акции протеста на границе с Польшей продолжаются. Жители приграничных населенных пунктов снова блокировали проезд автомобилей. Требовали отменить новые таможенные правила, которые вступили в действие с начала года. Напомню, Верховная Рада изменила правила беспошлиного ввоза товаров не более 500 евро до 50 килограммов и только для тех, кто отсутствовал в Украине не менее суток. Подробности выясняли наши корреспонденты. На Волыне более полусотни человек блокировали движение на трассе возле международного пункта пропуска Егодин. Это уже вторая акция протеста. Первая прошла 10 января. Но протестующих так и не услышали. Сегодня они снова объявили блокаду таможней. Мы протестуем против одной единой дискриминационной, антиконституционной и просто безглуздой нормы, что до обовязкового перебивания поза межами Украины. Больше как 24 часа в случае безмытного ввезения на территорию Украины товаров суммарною вагой до 50 килограмм и суммарною фактурной вартостью до 500 евро. Активисты колонны ходили по пешеходному переходу. В очередь выстроились десятки фур. Каждые полчаса пропускали по 6 автомобилей. У многих водителей сдавали нервы. В принципе, есть понимание с участниками акции, что они час от часа пропускают транспортные средства с методом недопущения проблем для водителей, которые перетинают кордон. Люди бастуют, поскольку изменения в правилах перевоза товаров практически уничтожают так называемый челночный бизнес. А это, по сути, основной источник дохода для жителей приграничных районов. В погранслужбе заявили, что людей об этих изменениях предупреждали. Людей попередили. Единственное, что сейчас в нашей работе мы практически всех людей, 100% на всех направлениях вносим в базу, чтобы иметь возможность проверять перебывание за кордоном 24 часа, или дотримаются граждане норм этих изменений. В Львовской области протестующих было меньше. Акцию поддержала до двух десятков человек. Они перекрыли подъезды к пункту пропуска Шегини на украинско-польской границе. Машины пропускали по просьбе водителей. Здесь очередей не было. Не подходит промышленное перебывание за межами государства 24 часа. То есть, если я поехал и купил себе какую-то запчастину, например, на 100 на 200 евро, то меня в Украину не пускают. Я могу в день быть в Польше. Акции также прошли возле пунктов пропуска Краковец-Корчево и Рава-Русское-Хребенное во Львовской области. Сегодня мирный протест на границе длился несколько часов. Если нововведение не отменят, блокировать пункты пропуска на украинско-польской границе активисты готовы бессрочно. Галина Якушко, Мария Андрейчук, Юрий Голубенко, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер.